Биткоин и эфириум. Какой следующий шаг? Давайте узнаем прямо сейчас на графиках. Вау, это был невероятный забег. Мы видели, как биткоин упал, затем мы были напуганы и думали, что биткоин опять упадет. Это почти произошло, и затем он поднялся прямо наверх. И мы поговорим об этом и о много чем еще в сегодняшнем эпизоде. Спасибо, что смотрите мои видео, я рад вернуться. У нас еще будут небольшие пропуски видео. Я отправлюсь на гран-при, но я все же попытаюсь выпустить для вас парочку видео. Возможно, где-то на выходных этого гран-при в Абу-Даби. И да, если вы перейдете в мой инстаграм, вы тоже увидите много чего интересного. Буду много чего туда выкладывать с этого гран-при. Да, там будет много клевых людей. Так что обязательно подписывайтесь на меня в инстаграм. Также поговорю сегодня про эфириум. Как торговать им и как торговать другими альткоинами. Так что обязательно, если вы хотите всем этим торговать, вы можете перейти на baby.davincij15.com или на fimex.davincij15.com и получить огромные бонусы. Внесите небольшой депозит и получите бонусы, которые вы сможете использовать вместо своих собственных денег. Так что да, обязательно переходите туда. Внесите немного денег. Окей, что ж, вчера я был настолько же медвежьим, насколько были и все остальные. Я говорил, что есть вероятность того, что мы можем пробиться через 13 EMA и уйти выше. И если мы это сделаем, то, скорее всего, не останемся там на слишком долгое время. И затем просто вернемся вниз. Потому что, если честно, биткоин ненавидит такое дно в виде V. Просто ненавидит. Держите в голове, что такое происходит в среднем, что означает, что это происходит не каждый раз. Биткоин не всегда уходит на ретест такого дна. Бывают времена, когда он не уходит на ретест такой V. Например, когда такое же произошло во время коронадампа в марте 2020 года. Это было дно в виде V, на ретест которого мы никогда не уходили. Вы можете сказать, что это не на 100% правда, но все же это происходит большое количество раз. Вам нужно понимать, что это работает большую часть времени, но не всегда. С этого момента, например, биткоин может вообще нон-стоп взлетать. Но какие на это шансы? Они довольно низкие. Так что насчет этого вам и нужно думать. Но никак не идти против. Потому что иначе вы можете потерять свои деньги. Просто убеждайтесь каждый раз, даже если это на 90% точно. И вам нужно всегда следить и не выставлять себя в позицию, при которой вы теряете все свои деньги. Основываясь на том, что, ну, какая-то штука работает 90% времени, так что я сюда поставлю. А затем тебя просто выкидывает. Всегда играйте от сильной позиции и не дайте себе поиметь. Итак, как вы видите, биткоин начинает перекатываться на четырехчасовом графике. И сейчас нам нужно приблизить на временные промежутки поменьше, для того, чтобы посмотреть, как это все играет. На четырехчасовом графике вы видели, что мы шли по сторонам и поднимались наверх. А на часовом графике при этом мы пытаемся опуститься вниз на 13 ма. Я был бы обеспокоен насчет просто запрыгивания в шорт здесь. Это не лучшая позиция для шорта на данный момент. Нам нужно для начала дождаться какой-то структуры рынка. Структура рынка – это, по сути, то, каким образом цена себя организует. И, допустим, показывает, что мы пойдем ниже. Давайте перейдем на временные промежутки еще меньше. Возможно, мы найдем здесь что-то, например, на пятиминутном графике, что потенциально может начать весь этот дамп. Дайте только эту штуку, сделаю более смотрибельной. Вот, посмотрите, структура рынка как раз-таки есть у нас здесь. Что у нас тут? Ну что ж, у нас тут есть ампаттерн. Вот прямо здесь, на пяти минутах. Это и есть эта структура рынка, про которую я и говорю. И вот чего-то такого нужно искать на временных промежутках больше. Для того, чтобы выставить трейд. И для того, чтобы получить хороший процент на успешную сделку. Как вы видите, когда мы пробились через этот паттерн здесь, мы улетели вниз. И вы, например, могли получить прибыль из этого падения. Это у нас все происходит на небольшом временном промежутке. Но также это работает и на временных промежутках больше, вам просто ждать придется больше. Так что, когда вы видите что-то подобное на часовом графике или на четырехчасовом, вам не нужно просто запрыгивать в трейд. Есть шанс. Довольно достойная вероятность. Я бы даже сказал, большая вероятность, что биткоин продолжит отскакивать здесь или продолжит немного опускаться. Затем вернется, выкинет всех медведей, затем вернется назад, создаст еще один М-паттерн и полетит прямо вниз. Так что обязательно приготовьтесь готовьтесь к чему-то подобному. Так, давайте немного подвину график, чтобы вы все, ребята, увидели. Вот так вот. Итак, что в итоге получается, нам нужно сделать сейчас. Нам нужно посмотреть на временной промежуток больше и начать искать каких-то структур рынка, каких-то паттернов. Как вы видите, это явно не было бычим паттерном. Мы просто шли наверх, отскакивая по сторонам. Мы упали сейчас, и если вы хотели на этом торговать, вам нужно было охотиться за этим на небольших временных промежутках. Это помогло бы вам зайти в шорт, если вы, конечно, собирались зайти в него. Окей, что ж. Перейдем к эфириуму уже совсем скоро. Но пока что я хотел бы посмотреть на что-нибудь еще, о чем мы могли бы поговорить. Про какие-нибудь паттерны. Но особо сейчас здесь ни про что не расскажешь. Но, например, если бы я хотел заходить в лонг на биткоине сейчас, и да, я собираюсь это сделать, хочу зайти прям дико, как обычно Крис делает. Потому что за этим довольно клево наблюдать. Постараюсь неплохо так закупиться опять на 44 тысячах. Да, вот прямо здесь. У меня получилось в прошлый раз, и довольно забавно получается, то, что 44 тысячи это 78,6. Постараюсь хорошо так закупиться на этом уровне. И буду держать этот эпичный трейд прямо до верха. Я не буду использовать плечо 10х. Буду использовать только 5х. И буду держать его до ликвидации. Так что, да, если хотите это увидеть, обязательно следите за моими видео. Сделаю это уже в следующем видео. Так что обязательно зацените, это будет круто. Я определенно собираюсь зайти в такой трейд. И да, это будет открытый ордер. Так что вы увидите все сами. Я оставлю для вас его открытым. Окей, что ж. У меня уже есть трейд, конечно. Вот прямо здесь. Зашел на 44. И он, в принципе, поживает хорошо. На нем уже 78 тысяч долларов прибыли. И, в общем, да, я собирался закрыть его еще раньше. Но у меня не особо было на это много времени. Просто забыл об этом. И да, в итоге мне повезло. И я даже получил еще больше прибыли. Жадничать не буду. Подожду разворота здесь. Посмотрим. Возможно, цена немного поднимется еще выше. Возможно, хотя бы до этого следующего сопротивления. На 52 тысячах. И, скорее всего, тогда и закрою. Продам все как раз-таки на этом уровне. И я могу быть совершенно неправ. Все-таки шансы того, что биткоин пойдет выше, довольно небольшие. Окей. Я делаю все это прямо в лайве, перед аудиторией. И если вы хотите к ней присоединиться, можете перейти на сайт davincij15.com. Сможете увидеть мои трейды. А также трейды от Ли. Он также отлично с этим справляется. Сможете сделать на этом деньги. Также обязательно переходите по моим реферальным ссылкам. На странице с рефералками на сайте сможете заценить все предложения. Если у вас есть DJ15 токен, я сжигаю огромное количество этого токена. Совсем недавно я уже сжигал токены. Если вы находитесь в моей группе, вы видели, сколько токенов я сжег. Так что да, это все замечательно. Присоединяйтесь ко мне. Окей, давайте поговорим уже про следующую вещь. И это у нас эфириум. Как вы помните, ребята, я здесь искал шорт. И да, меня выкинуло по стопу. Но знаете что? Я считал, что скорее всего, мы создадим здесь M-pattern, поднимемся совсем немного, до 61.8, или 78.6, и затем перекатимся вниз. Так что я пытался забрать эту возможность. И в итоге меня выкинуло на уровне в 4215. Ну и что ж, это произошло, и все в порядке. Это для меня вполне нормально. Я следовал своему торговому плану, и исполнился он, как я и предполагал. Да, конечно, я не вышел отсюда с прибылью, но по крайней мере, все шло по моему плану. Некоторые люди заходят в трейд, и затем держат его и держат. Приходят к тебе и спрашивают, упадет ли цена. И хотят, чтобы лидеры мнений дали им надежду на будущее. О том, что их шорт будет полностью закрыт. И да, если вы в шорте, например, и вы уже ушли в серьезный минус, вам не стоит этого делать. Вам просто нужно принять свои убытки. Потому что вы просто не знаете, насколько эта штука может еще вырасти. Цена вполне может вырасти до новых ценовых рекордов. Потому что биткоин... Соотношение... Знаете, давайте-ка даже покажу вам, ребята, это. Потому что, в общем-то, он чувствует себя хорошо и прорывается наверх. И давайте, ребята, покажу вам один интересный график. Вот это показывает некоторую серьезную силу. Посмотрите, у нас тут большая, большая, огромная, в общем-то, даже уродливая, которая означает, что мы увидим большие движения на эфириуме. Чашка с ручкой. Я помню, мы сидели с Тоном Вейсом и думали, это тут уродливо. Но сейчас же мы сформировали чашку с ручкой. И ты говоришь, ну посмотри, эфириум сдох еще где-то здесь. Эфириум мертв, биткоин все захватит, и эта штука улетит вниз. А я вот был уверен, что такого не произойдет. И сейчас мы даже выше моей зоны тейк-профита. Вот где-то здесь я должен был забирать свою прибыль. Но я этого не сделал. Итак, до какого уровня эта штука еще потенциально может вырасти? Ну что ж, по сути, это у нас огромная чашка с ручкой. Одна из видов W. Разница только в том, что она чуть побольше. Итак, давайте нарисуем здесь прямую линию. Так, дайте-ка сделаю ее только немного попрямее. Вот здесь. Так, это не то. Еще немного попрямее. Затем перенесем это прямо наверх, на уровень прорыва из этой чашки с ручкой. Пока что забудем про фитили, будем консервативными. И посмотрите, мы можем дойти до 0.14. И это огромное движение. И да, это то, что как раз таки грядет сейчас на эфириуме. Так что да, есть вероятность того, что эта штука пойдет выше. Мы сейчас находимся выше 13 EMA и также выше RIBBON. Но мы еще можем уйти на ретест этого. Так что, возможно, мы немного выше, чем мы сейчас должны быть на 4-х часовом графике. Не удивлюсь совершенно, если эфириум еще поднимется наверх и фитилем выкинет всех медведей. Эфириум делает такое прямо, как биткоин. На 4-х часовом графике. На часовом же графике, как вы видите. У нас тут прекрасная EMA. И вы могли бы потенциально зайти на ней на движение вниз и получить свою прибыль. Окей, что ж, давайте заканчивать и перейдем на доминацию. На доминации все довольно четко. Я помню, как говорил вам, ребята, про вот эту EMA. У нас появился этот паттерн и затем мы улетели вниз. Но пока что у нас все еще не серьезный альткоин сезон. Не тот массивный альткоин сезон, который я прогнозировал. Абсолютно эпичный альткоин сезон. Он у нас начнется ниже уровня в 35%. Как вы видите, этот уровень находится у нас прямо здесь внизу, прямо за моим плечом. Уровень в 35% это начало эпичного бычьего рынка. И несмотря на то, что вот это движение будет эпичным, все равно будет как-то так. Вот на этой точке много людей будут забирать свою прибыль. Но это будет еще не все. Дальше еще будет огромная поездка. Так что дожду этого не дождусь. У нас уже тут небольшой забег. И как видите, несмотря на то, что мы уже вернулись на некоторых альтах, они все еще довольно высоко в паре с биткоином. А это то место, в котором вы должны быть. В биткоине. А все потому, что биткоин реален, биткоин с нами останется и вам нужно быть его частью.